Всем привет, с вами Евгений Сулейманов. Небольшой дисклеймер. Данное видео входит в цикл видео и материалов по публичному менторингу. В отрыве от всего цикла это видео может оставить ряд вопросов. Для того, чтобы их не было и вы понимали, что это такое и о чем идет речь, я рекомендую вам посмотреть материалы, которые будут указаны в описании ссылки. И где-то здесь я попробую прикрепить ссылки на плейлист, где идут все видео данного курса. Я желаю вам приятного просмотра, на связи и до новых встреч. Добрый день, меня слышно? Да, да, слышно, отлично, Иннар, супер. Как ты, как дела? Все хорошо, у вас как? Да, все хорошо, супер. Так, Иннар, у нас с тобой сегодня собес по теории по модулю 1.3, да, то есть исключения и о НИО стримы. И скажи, пожалуйста, по практике у тебя получилось продвинуться или пока только теория? Да, думаю, как сделалось. Отлично. Меня нормально навидать? Да, да, супер. Скинь тогда, пожалуй, сразу ссылку, будем общаться, но потихоньку подгрузится и поговорим с тобой о коде. Так, жду пока ссылку и пум-пум-пум. Так, скинул в Телеграме. Супер, хорошо. Давайте начнем с теории. Смотри, у нас есть исключения. Расскажем, пожалуйста, иерархию исключения в Java. Что у нас там есть? Во главе у нас идет класс Formal, от него идет у нас Error и Exception. Error – это у нас ошибки GVM, после которых дальнейшая программа у нас физически невозможна. И Exception – это уже наши ошибки программистов, они, в принципе, предсказуемые и решаемые. Они у нас также делятся на две подгруппы – Checked и Unchecked. Хорошо, давай только момент такой. В вершине иерархии какой класс находится? Horrible класс. Horrible, хорошо. От него кто наследуется? Error и Exception. Хорошо. Какой ключевой класс, один из ключевых, наследуется еще от Exception? Runtime Exception. Хорошо. Из этих четырех классов кто проверяемый, кто непроверяемый? Так, Exception у нас checked. Runtime Unchecked. Ну, Horrible, он, кажется, у нас checked тоже. И Error, скорее всего, unchecked. Отлично, хорошо. Какие, даже так, как ты понимаешь, что значит проверяемое исключение? Ну, проверяемое – это значит, что мы должны их обязательно обработать с помощью TryCatch, либо выбросить в сигнатуре метода. Кто проверяет и на каком этапе проверяет? Компилятор, иначе он не даст запустить нашу программу. Хорошо. Try с ресурсами. Что это за конструкция? Try с ресурсами у нас появился в седьмой Java, который позволяет автоматически закрывать наши, так сказать, ресурсы. Не надо явно вызывать метод close, так сказать. Какие требования? Интерфейс. Отлично. Хорошо, хорошо. TryCatch. Finally, что это такое? Это у нас обработчик исключений. В Try у нас пишется сам код, где может возникнуть у нас исключение. В Catch у нас ловится это исключение. И BogFinal, он выполняется у нас после TryCatch. Ну, независимо от того, было вспоминено исключение или нет. Угу, отлично. ИО, НИО. Смотри, вот у меня есть библиотека ИО, она блокирующая. Есть НИО, не блокирующая. Вопрос такой. Как получается так, что НИО не блокируется? Какие сущности в этом участвуют и какой алгоритм действия? То, что она буфер-ориентирована, не у нас. Раскрой, пожалуйста, понятие. Что ты понимаешь под словом буфер-ориентированное? То, что у нас данные считываются в буфере. И мы можем двигаться по буферу вперед и назад. Или это не совсем так? Ну, смотри, а в ИО разве мы не можем дата-чанками, ну, массив-байтов, да? Это, в целом, тоже может быть буфер. Угу. Так. В ИО, кажется, нет, нам нельзя двигаться. Тут о другом. То есть, ну, хорошо, вот есть у тебя файл. То есть, буфер, ты говоришь, есть у тебя какой-то буфер, какой-то массив байтов, да, к примеру. И что, то есть, мы пришли, так бы мы к файлу пришли, обратились, а так к массиву. Ну, вот пришло два потока, которые хотят работать с ресурсом. Угу. Где здесь, ну, обеспечение неблокируемого доступа? Так, может быть, тоже селекторы или не то? Что такое селекторы? Продолжай мысль. Селекторы это у нас, ну, они как мониторит, можно сказать, у нас несколько каналов. Они... Канал, что такое, раскрывая понятие? Да, канал это у нас абстракция, которая обеспечивает связь между источником данных и приемником данных. Ну, абстракция, у меня нет разве канал, классов, там, файл ченнел никакого. А, ага. Да, вот есть классы, ну, которые представляют такую связь между источником и приемником. Хорошо. Давай еще раз. Вот есть файл test.txt. Я хочу, вот пришел поток какой-то, там, input1 и поток input2. И вот они хотят почитать этот файл. Куда они идут? Так, в него буфер, если не ошибаюсь, или нет? Ну, опять же, пришли к твоей мысли. Вот файл, вот, ну, массив, буфер. Пришли потоки input1, input2. И, ну, ударились они, как они обратятся к этому массиву. Ну, ты только что упоминал селекторы, упоминал каналы. Вот свежее это все вот воедино. То есть, продемонстрируешь, ты понимаешь, как это работает. Ну, я как читал селекторы, это они просто у нас как... Ну, они много поточного приложения, как больше используются. Пока я слышу, когда что-то где-то как-то работает. Хорошо. Давай пока пойдем дальше. Stream API. Что такое Stream? Stream API, это у нас, он был введен в 8-й Java. Он позволяет работать с коллекцией данных в виде потоков. И произвести на ними различные операции. Фильтрация, сортировки, ну и так далее. Хорошо. Какие две группы команд есть в Stream API? Ну, две группы методов, имеется в виду. Это промежуточный и терминальный. Отлично. Что такое лямбда? Лямбда, это у нас такой синтезис, краткая форма анонимного функции, как сказать. Для работы с функциональными... Анонимной функции или анонимного чего? А, анонимного класса. Отлично, хорошо, продолжай. Для работы удобно с функциональными интерфейсами. Что такое функциональный интерфейс? Функциональный интерфейс, это у нас интерфейс, который содержит ровно один абстрактный метод. Это его единственное правило. Он также может содержать дефолтный и статик методный. А почему такое ограничение? Почему не два мета абстрактных, а именно один? Ну, для работы с лямбдами, скорее всего. Раскрой понятие, почему. Ну, а если было два мета, то что? Если два... Ну, это уже не функциональный интерфейс. Не, а почему, то есть давай подумаем, то есть почему вот ограничение один абстрактный метод? Ну, как на одну функцию применять данный метод. Да, потому что мы бы не знали, как в лямбде это все, ну, можно было бы, но это было бы уже не так лаконично. Хорошо. Метод пик стрима API. Что он делает? Так, метод пик, мы его применяем к каждому элементу коллекции, не изменяя размер коллекции, не меняя саму коллекцию, кажется. А хоть какой-то стрим меняет саму коллекцию? А, или не меняя количество элементов, что ли, он... Ну, смотри, стрим, он может поменять, вот сама коллекция, вот ты имеешь коллекцию какой-то лист. И ты нажимаешь, там пишешь лист, т, точка, стрим, и поехали. И вот это все хоть как-то поменяет саму коллекцию? Так, ну, скорее всего, нет, не поменяет, да? Угу, хорошо. Так, что делать метод пик? А, так, метод пик... Ну, не меняет количество, а, или нет, это... Ну, что такое? Я вот так особо не применял, конечно. Ну, я слышу определение, ты говоришь, метод пик не меняет что-то. Давай так, не что он не делает, а что он делает? Не меняет, наверное, состояние, наверное, наше. Еще раз, Палинард. Что метод делает? То есть, то, что он не делает, это хорошо, но что он делает конкретно? Он просто может вывести элементы. Куда вывести элементы? Ну, мы можем воспользоваться, там, коричем, может. Смотри, давай так, как это сформулировать? Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Хорошо. С каким функциональным интерфейсом взаимодействует метод пик? Он поставляет что-то или не получает что-то? А, терап-факшн, если принимать текст. Хорошо, хорошо. Смотри, Элинард, то есть, по теории. Мы с тобой пообщаемся еще раз, 100%. По исключениям, не вопрос. Хорошо. По ИО-НИО, то есть, вариант что-то где-то не подойдет. Ты должен четко понимать, что есть ИО. Как он схематично работает. То есть, ты же понимаешь, вот ресурс, вот поток. Надо вычитывать. Ты должен уметь описать прямо на уровне блок-схемы, что происходит, как это работает. ИО, вот эту связку, файл, буфер, канал, буфер, селектор, поток. Четкое описание, как это происходит. На примере, вот есть файл txt, есть два потока, они пришли, чтобы читать. Как это произойдет? Какие классы будут участвовать? И схематично, как происходит. То есть, ты должен в голове представлять картинку. И на будущее. Все, что мы пишем, наш код, это просто результат нашего мышления. Мы на основании своего понимания видим, что программа должна работать так. И код просто наши мысли уже выражает для машинки. Хорошо, да? Отличненько. Теперь давайте пройдем с тобой по коду. Я пошарю экран. Давай резюмируем. То есть, ионило, стримы, ионило, и стримы. По стримам, что важно. Ключевые методы стрима API, что они делают? Поведение. Второе. Каждый из методов, с каким интерфейсом работает. То есть, фильтр фильтрует, работает с предикатом. Пик получает элементы. Просто, ну, как пик, получает, выгребает элемент, работает с консюмером. И так вот для всех методов, что они делают? Теперь тогда по коду. Я сейчас шарю экран. Что я вижу здесь? Смотри, вот эти комментарии из разряда капитана очевидность. Опять-таки, это из разряда прикопаться. Хочешь оставляй, хочешь не оставляй. Но они обычно не нужны. Никакой полезной информации не несут. Далее. Версия. Используем версию LTS. То есть, LTS у нас 17-ая на текущий момент. Есть ничего неизменимого. Вот таких версий у тебя в будущем может быть много. Сейчас на 1, 2, потом 3, потом 13. Уже неудобно. Соответственно, мы вот эти версии стараемся вынести вот сюда в Properties, чтобы они у тебя здесь были, и ты легко мог понимать, какие версии и чего у тебя используются. Это верно и для Maven, и для Gradle, когда будем с ним работать чуть позже. Соответственно, вот здесь ты написал версию, да? Тут используешь Placeholder, Gesson Version. Потом здесь будет какой-то Lumbock Version. Lumbock Version. Отсюда скопировали, сюда впихнули, сюда Placeholder. И таким образом ты потом не бегаешь по всему файлу, не ищешь, какие версии, а сразу видишь, что у тебя здесь используется. Далее Snapshot лучше убрать. То есть версия 1.00 чаще всего используется. Но это уже такое-то детали. Давай пока двигаться дальше. Что я вижу дальше? Target. У тебя должен быть файл обязательно под названием gitignore.gitignore, чтобы мусорные файлы, они не попадали у тебя в git. То есть есть файл gitignore. То есть, видишь, пакет Target, он не нужен. То есть, зачем он не нужен? Поэтому его можно выкидывать. Идея обычно убирает, но в некоторых компаниях идею можно оставлять, потому что здесь как раз отступы, можно настройки самого проекта оставить. То есть идею на твое смотрение. Target, out, их сразу выпиливай. То есть, почитай обязательно профайл gitignore. Далее ресурсы. Поехали. Labels. То есть, смотрим, что у тебя здесь. Labels согласен. Далее посты. Что я вижу здесь? Согласен. Writer. Writer и посты согласен. То есть, консистентность нам не нужно было поддерживать здесь. Тут без опросов. Пошли дальше. Здесь, опять-таки, org.example. Ну, такое. То есть, можешь оставлять org. Но я бы еще добавил тут пакет org. Допустим, LNAR. Там имя компании обычно. Мы тут будем твое имя просто писать. LNAR. И также сюда мы дадим пакет под названием, допустим, crat.app. То есть, название проекта. Мы вносим в него. Соответственно, мы эти все файлы выделяем. Crat.app оставляем. И сюда вносим. Ну, то есть, стандартная структура всех проектов у нас идет. Java. Домен. Компания. Название проекта. Пошли пакеты. Идем дальше. Моделька. Что я вижу здесь? У меня есть private long-cadist. Тринкнейм. Пост статус. Красиво звучит. Почему у класса лейбл у тебя находится какой-то пост статус? Так, вы же там в видео, кажется, говорили, что только у поста, кажется, нет статуса. Нет, у всех статус есть, но тебя название не смущает, что у сущности лейбл пост статус. Потому что у нас у каждой сущности еще должен быть отдельный статус. То есть, у нас с тобой появляется только не класса, а и нам. И active deleted, потому что статус у поста, он более расширен. Там under review, там moderated. Ну, это сущность. А это просто системный статус. Допустим, active deleted. Соответственно, у тебя здесь в лейбл ты потом заменишь. Я тут дух у тебя оставляю. Use. Статус. И нам. Отлично. Такая же штука у тебя будет и для сущности writer. Ты можешь здесь использовать статус и нам. Хорошо. Далее. По конструктору. Ну, допустим, там, getter, setter. Хочешь, так делай. У меня вопрос. Я бы просто builder использовал. Есть там много разных данных у меня. Ну, я бы заменил этот конструктор на builder. Тут, опять-таки, это не обязательно. Просто напишу тебе thing about replacing with builder. Отлично. С этим понятно. И тогда на этом можно закончить. По моделькам. У меня просто больше нет пока. Идем здесь. У меня есть generic repository. Что я вижу здесь? Generic repository. Получение. Сохранение. Delete by ID. Тут есть. Пусто. Хорошо. Здесь add label to post. Add label to post. Post ID. Label. Ну, допустим. А чем это отличается от апдейта? Если бы ты передал просто пост, у которого уже новый лейбл, ты его апдейтишь. Так. А у апдейта, кажется, у меня айдешник не принимает. Не, не. Айдешник просто... Смотри. Ты хочешь проапдейтить сущность. Допустим. Хорошо. Пусть он будет. Нет. Хочет добавить, получается, к лейблу. Хорошо. А если ты просто передашь сюда пост, вот если ты в метод апдейт передашь пост, у которого уже есть лейбл. То есть мой, ну, мой пункт, я бы вообще выберил этот метод. То есть тут опять-таки оставлю подумай, remove this method и просто and simply use update, и все. Он закройте ряд вопросов. С этим, думаю, понятно. Райта репозитория, опять-таки, то же самое абсолютно. Такая. Такая же штука, чтобы просто использовать update стандартный, вместо того, чтобы отдельный метод. Есть репозиторий импл. То есть обычно можно и так. Допустим, но из того, что я чаще всего видел, у меня бы был какой-то пакет Gesson, и вот эти Gesson, они бы были... А, внутри, да? Да, внутри репозитория, то есть имплементация такая-то. Давай разберем с тобой, например, лейбл. Самое маленькое, что у нас тут есть. Так, зачем ты содержишь вот тут этот лейбл? То есть зачем ты его вынес, как отдельное поле? Что это тебе дает? Чтобы не создавать его? Ну, я так понимаю, что ты постоянно держишь в памяти, да? Все? И работаешь с ним. Ну, я бы это выпилил, потому что метод должен быть атомарным. То есть каждое новое взаимодействие – это вычитывание файла, да? То есть current label. Теперь if labels равно now, new labels, по-моему, это невозможно. Ну, допустим. Хорошо. К примеру, пусть будет так. Load labels. То есть здесь ты читаешься лейблы. Хорошо. Согласен. Далее. Тут же и сон. Save labels. Опять-таки так, у нас теперь нет лейблы. У меня, соответственно, здесь будет коллекция. Мне нужно будет передать сюда правильно. То есть label, labels, и уже работаешь с ней. Хорошо. Теперь getById. Мы будем вызывать теперь load labels. Только он должен быть не войдовым в этом случае, а давай сделаем, что он нас возвращает теперь лейблы. И здесь делаю return labels. А если какая-то ошибка произошла, допустим, вместо exception, return collections empty list, чтобы его нельзя было модифицировать. Да? Вот метод, он как бы unmodifiable коллекцию возвращает. Вроде справедливо. Хорошо. Теперь поехали. Соответственно, load labels, stream, filter, label, equals ID. Без запросов. Not found exception. Далее. Get all. Опять-таки будет просто load labels. Согласен. Save load labels. Далее. Next ID. Next ID. Так. Тогда бы мы переписывались следующим образом. То есть у меня получается какие-то current labels. Да? Какой-то метод. Я пишу, что он равен у меня load labels. Теперь я получаю next ID отсюда, or else 0 плюс 1. Допустим. Хорошо. Можно было бы вынести в отдельный метод. Опять to do sync. Подумай о перенесении. Может, именно вот это? Next ID, да? Да-да-да. Опять-таки, можно как-то его дженериком сделать, чтобы все вместе было. Но не те значи стоят. И, соответственно, здесь мы говорим, что current labels я добавляю элемент. И потом save labels передал все лейблы. Все. Вроде работает без вопросов. Update labels. Опять-таки, что мы видим здесь? Load labels. Fund by ID. If present. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо. То есть, save labels. Логика поменяется, получается. Смотри. То есть, как мы могли бы сделать. То есть, label. Допустим. Опять-таки, current labels, да? Current labels равен load labels. Соответственно, здесь мы говорим, что мы работаем уже с этой коллекцией. И, соответственно, могли бы здесь сделать стрим, даже не фильтровать, потому что логика будет та же самая абсолютно. Я бы тут использовал, например, метод map. То есть, будет какой-то label. И тут напишу, что есть, например, вот этот label. Давай его переименуем в existing label. Если existing label.getID equals updatedLabel.getID, то тогда я возвращаю updatedLabel. То есть, то, что получил извне. В противном случае возвращаю existing label. Давай только переименуем красиво. ExistingLabel. И все. Это я все. Collect. ToList. И потом... ToList лучше сразу использовать, да? Так. To. А почему ты ругаешься? Да. ToList. И потом я его записываю. То есть, я получил current labels. Допустим, получится list. Пам-пам-пам-пам. Updated. Сейчас, сейчас, сейчас. Давай так сделаем. То есть, это currentLabel. Тут будет, например, updatedLabel. Равно так. И потом я делаю saveLabel. То есть, обновляю все лейблы здесь. И возвращаю его отсюда. Далее. Тут похожая логика. Это перепишешь сам. Я пока это закомментирую. To do. Там implement. By your own. То есть, имплементируй, пожалуйста, сам. Тут будет двоеточие. И все. То же самое, верно, для всех остальных классов, которые у нас есть. Верно? Далее. Контроллер. Опять-таки идем в label controller. Private final. Хорошо, хорошо, хорошо. Где мы его инициализируем? Репозиторий? Да, да, да. Там же анотация стоит. Все, увидел. Да, спасибо. Спасибо. Хорошо. Так, согласен. Согласен. Угу. Хорошо. Хорошо. Хорошо, хорошо. Теперь давай посмотрим, что у нас, допустим, в отличника. Тут хорошо. На view'е что я вижу? Угу, угу. Без замечаний. Main. Единственный момент, что я бы вот всю эту логику инициализаций вынес бы в отдельный класс. То есть, чтобы вот здесь у меня был какой-то сделан. Или main view, там, или контейнер. Или там сделай application context какой-то. Аппликейшн контекст. Create класс. Аппликейшн. And об этом классе оставь там две строки кода. То есть, создай его и потом стартани. Да, то есть... Могреться, аппликейшн нельзя для всех, да, вот, в одном, да? Да, вот, то, что ты запускаешь здесь, да, вот, аппликейшн контекст или какой-то main view сделал. Ну, сделаем более красиво. То есть, если аппликейшн контекст, допустим, там, оси равно new, бла-бла-бла. И потом, допустим, оси точка, там, старт или run. То есть, это у тебя будет тоненький и худенький клиент. Все. Тогда, Эльнар, смотри, я тебе это сейчас заряжу архивом. Видео я тебе скину. Ты посмотришь, будет, просто пиши. Ну, а так, в принципе, все. Итого, пересдача теории. Переписать код. Как только будешь готов, выбирай звонок. Будем общаться, закрывать пробелы и двигаться дальше. А по дедлайну, там, сколько там мне дается? Ну, на вчера. Ну, чем быстрее, тем лучше, да. То есть, ну, немножко из графика пробиваемся. Поэтому можно быстрее. Повторяй и двигайся. Будут какие-то вопросы. Материал не найдешь, не понимаешь. Пиши мне, я постараюсь тебе объяснить. Хорошо? По теории, получается, ио-нио, и стримы, да? Да, почти полностью. А с концептом? Потому что ты классы зазубришь, мне неинтересно. Понимание ключевых концепций, это мне важно. А по исключениям вопрос? Нормально. Там все хорошо, все нормально. Там считаешь, что они закрыты у нас. Ага, ага. Это вроде все понятно. Все? Да, хорошо, Леонид. Поднажимаем, то есть, обращение на концепции. Опять-таки, есть вопрос, не понимаешь, пиши мне. Не оставляй на собес, я всегда помогу. Ну, постараюсь. Все. Все, Леонид. Спасибо большое. До встречи. Пока-пока. Все, спасибо большое. До свидания.